Вчера в Беларуси отметили 29-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана. Торжественные мероприятия, посвященные этой дате, прошли в Барановичском городском исполнительном комитете и у памятника воинам-интернационалистам. Пару дней отделяют нас от основного дня выборов депутата местного совета депутатов 28-го созыва. Накануне важного политического события наша съемочная группа решила узнать мнение людей разных сфер деятельности, какие пожелания и инициативы они адресуют будущим депутатам. В Барановичах проходит неделя, посвященная профилактике инфекции, передаваемых половым путем. Информационная кампания продлится до 20 февраля. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа Вести Барановичи. Вчера, 15 февраля, отметили 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Военный конфликт, длившийся почти 10 лет, унес жизни более 14 тысяч советских солдат. Свыше 300 человек пропали без вести. Для нашей страны этот день тоже значит многое. Для участия в боевых действиях на территории Афганистана были призваны более 30 тысяч белорусов, в том числе и жители нашего города. Торжественные мероприятия, посвященные этой дате, прошли в Барановичском городском исполнительном комитете и у памятника воинам-интернационалистам. В Барановичах уже стала добрая многолетняя традиция 15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, в Большом зале горисполкома чествовать воинов-интернационалистов. Тех, кто не вернулся с той страшной войны, а также вдов и матерей. В торжественные встречи приняли участие представители местных органов власти и общественных организаций, воины Барановичского гарнизона, ветераны Афганской войны и члены их семей, жены погибших воинов-интернационалистов. Та война унесла тысячи жизней и оставила неизгладимый след в душе каждого, кто получил тогда похоронку, кто потерял мужа, брата или друга. Но больнее всех бесспорно пришлось матерям, у которых война забрала сыновей, нередко единственных. Разделить боль утраты с ними и еще раз почтить память воинов, которые отдали жизнь, исполняя свой долг перед Родиной – такова цель этих ежегодных встреч. Говорят, что время легче не радует, но такое не забывается никогда. С этим просто учишься. Низкий земной поток тем, у кого война отобрала родных, близких, людей. Мы разделяем горько матерей и в долг, преклоняемся перед светлой памятью наших прогибших земляков, выполнявших свой интернациональный долг. Мы будем помнить о них, как и герои навсегда, оставшиеся верхами Родины. Сразу после собрания все приглашенные приняли участие в торжественном возложении цветов к памятнику воинам-интернационалистам. На мемориальной доске у монумента перечислены имена тех 15 бойцов, которые когда-то жили в нашем городе. Их имена навеки останутся в сердцах нынешнего поколения. Отсюда лично от имени Барановского городского исполнительного комитета выражаю искреннюю благодарность и глубокую признательность вам, ветеранам военных в Афганистане, за мужество и стойкость, принципиальную и ответственную гражданскую позицию, за все, что вы делаете сегодня для подрастающего поколения и для нашего города. День вывода советских войск из Афганистана воины-интернационалисты считают своим личным днем победы. Днем, когда в домах перестали со страхом ожидать цинковые гробы. И такие встречи напоминают всем нам и особенно подрастающему поколению о том, насколько цена жизнь и мирное небо над головой. Субтитры создавал DimaTorzok В текущем году на 18 февраля приходится не только государственно важное событие – выборы в местные советы депутатов 28-го созыва, но еще и масленица. Вместо традиционного в городе народного гуляния в молодом парке отведать ароматных блинов можно на избирательных участках, которые будут работать с 8 утра до 8 вечера. Пару дней нас отделяют от основного дня выборов в местные советы депутатов 28-го созыва. Накануне важного политического события наша съемочная группа решила узнать мнение людей из разных сфер деятельности, какие пожелания и инициативы они адресуют будущим депутатам. Субтитры создавал DimaTorzok Вчера в нашей стране началось досрочное голосование и я считаю, что это важная гражданская позиция каждого человека, каждого жителя нашей страны, потому что голос одного человека может казаться незначительным и маленьким, но может оказаться решающим в большом общем деле, важным для всех нас, жителей нашей республики Беларусь. Ну это важно для города Баранч, потому что новый кандидат улучшит социальную жизнь в этом городе, вот, и я голосую первый раз, вот, и это не новые чувства, новые эмоции. На воскресенье я буду звонить, поеду на день рождения внука, поэтому решила сегодня проголосовать, поскольку всегда мы были активны, наше поколение в смысле всегда сознательно голосовали. От депутатов нужно, чтобы они помогали нам в разных вопросах, чтобы как-то следили более за чистотой. Для меня это очень важный шаг в жизни, так как я могу что-то изменить в нашей стране, проголосовать за более понравившего депутата, и в дальнейшем я хочу голосовать и участвовать в жизни нашей страны. Я пришла сегодня на выборы, потому что я считаю, что каждый голос в нашей стране очень важен, и именно мой голос может быть решающим, и выборы могут повлиять на наше будущее. Сегодня пришла на голосование, потому что считаю, надо, во-первых, исполнить свой гражданский долг, мы поколение таких обязательных людей. В воскресенье я не смогу голосовать, потому что по семейным обстоятельствам уезжаю к сыну. Ну, хотелось бы, чтобы депутаты выполняли наказы избирателей, так активно работали, чтобы все у них, конечно, получилось. Ну и, конечно, чтобы способствовали это все, и чтобы более облагородить наш город, чтобы жизнь людей как-то улучшить. Я считаю, что голосование – это выбор взрослого человека, который влияет на дальнейшее процветание и развитие нашей страны. Каждый должен высказать свою гражданскую позицию. Наш голос, голос каждого, тоже имеет большое значение. Именно вы, высказав и показав своим выборам то, что мы хотим, сделаем шаг к лучшему и, конечно же, поддержим нашу Беларусь. Досрочное голосование началось 13 февраля, продлится, но по 17 февраля включительно. За три дня досрочного голосования участие в выборах приняли 12,6% внесенных в списки избирателей. Право проголосовать досрочно предоставлено избирателям, которые в день выборов не будут находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти на участок для голосования в день выборов не требуется. Каждый год, 3-й четверг февраля, в Республике Беларусь проводится День профилактики инфекций, передаваемых половым путем. Об особенностях заболеваемости и ППП в Барановичском регионе в последствиях несвоевременного обращения к специалистам, анонимном обследовании в следующем материале выпуска. В Барановичах проходит информационная кампания, посвященная профилактике инфекций, передаваемых половым путем. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире более 300 миллионов мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 лет заболевают и ППП. В последние годы в странах СНГ и Республики Беларусь отмечается тенденция к снижению темпов роста заболеваемости. Это связано с усилиями здравоохранения. Эпидемиологическая ситуация инфекциям, передаваемым половым путем, на протяжении рада лет остается стабильной в регионе. Так, за истекший 2017 год заболеваемость в цифрах с сифилисом 7 случаев, в 2016 году 5 случаев, гонореей 30, в 2016 году 63. Всего выявлены инфекции, передаваемые половым путем, в 2017 году 4109, в 2016 году 4238. В 2013 году для сравнения заболеваемость гонореей составляла 154 случая, снижение 5 раз. Снижение заболеваемости обусловлено налаженной системой доступности населению обследования на ИППП, включая кожевендиспансер и кожные кабинеты в регионе. В каждом учреждении работают высококвалифицированные специалисты, которые не только осуществляют обследование, но и полноценное лечение и контрольное наблюдение. Сегодня каждый человек имеет свободный доступ к информации по проблемам инфекции, передаваемых половым путем через интернет и СМИ, и как результат сексуальная грамотность населения. Особую актуальность сегодня в плане сохранения демографической ситуации вызывает бесплодие, как результат перенесенных воспалительных заболеваний репродуктивной системы человека, в том числе инфекций, передающихся половым путем. Особую группу здесь составляют такие инфекции, как хламидиоз, ореоплазмоз, вирусные заболевания, простой генитальный герпес, вирус папилломы человека. Нужно учитывать, что они протекают чаще всего бессимптомно, а это грозит их распространением при половых контактах в незамеченных осложнениях в состоянии здоровья человека. Это выкидыши, пороки развития плода, мертворождение, онкология, чаще всего это рак предстательной железы у мужчин, рак шейки матки у женщин. Основной путь защиты от инфекций, передаваемых половым путем, это профилактика, использование индивидуальных средств защиты и исключение случайных половых связей. Информацию о видах медицинских услуг по обследованию на инфекции, передаваемые половым путем, осуществляемые в кожвен-диспансере, можно получить на сайте учреждения здравоохранения Барановичская центральная поликлиника. Литературный конкурс «Духовная верить» учрежден в Брестской области. В конкурсе могут принять участие авторы, достигшие 18 лет, независимо от их принадлежности к творческим союзам, проживающие в Брестской области. Отборочная комиссия принимает литературные произведения любых жанровых и композиционных форм в области прозы и поэзии. Роман, повесть, пьеса, сборник рассказов или стихов на русском и белорусском языках, изданные в течение трех предыдущих лет. Это могут быть отдельные книги, либо публикации в республиканских и международных литературных печатных периодических изданиях. Эксперты определяют победителей в четырех номинациях – публицистика, художественная проза, поэзия и литература для детей. Работы на конкурс «Духовная верить» принимаются по 10 апреля. Планируется, что церемония награждения состоится в День славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечается 24 мая. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.